И всем привет, уважаемые зрители, и с вами Ингвар, и как вы видите, сегодня я буду снова давать вам прогнозы, кто уже победит на шоу Hell in a Cell, то есть это опять WWE, wrestling у нас, значит, ад в клетке у нас в шоу, это шоу от синего бренда SmackDown, так что вы видите 7 матчей, не знаю, добавят еще или нет, будет на следующей неделе воскресенье, так что здесь 1 женский матч и 3 матча за титул, ну давайте мы перейдем вот к этому матчу, значит, Джиндер Магал против Шинскина Камура, ну что можно сказать, значит, сначала Рэнди Уортон боролся за этот титул, но фьюд у нас закончился и пришел у нас Шински, как бы он пытался выиграть этот титул, но у него не получалось, и я думаю, здесь, наверное, он все-таки выиграет, я надеюсь, почему, потому что, как бы хотят в октябре или в ноябре сделать такую стряску рестлеров, то есть Джиндера Магала и Кевина Овенса перевести в Ро, то с титулом его переводить на Ро, думаю, как бы зачем, там и так есть титул свой, Universal Championship, так вроде бы говорится, поэтому будет логично его перевести без титула и на Hell and Sell Шинскина Камура должен победить, то есть вероятность того, что Шинскин победит, может быть 60%, у него 40%, а может даже 50% на 50%, так что как бы тут сложно, можно сказать, кто победит. Дальше у нас женский матч, Натали против Шарлот, значит, у нее титул оказался как, она выиграла Наоми, и вот у нее титул, но стоит не забывать, что у Кармелы есть этот самый Briefcase с контрактом, что она может его активировать, так сказать, в любой момент и потребовать матч за вот этот классный, красивый титул, и как бы пока неизвестно, когда она его использует, но тут, я думаю, победит Шарлот, как бы она достойна этого титула, так скажем, ей-то, не знаю, ну тоже можно, но как бы на 50 на 50, а то может еще даже и Кармела придет, и она будет чемпионкой, здесь как бы я не знаю, что тут стоит ожидать. Так, третий матч у нас на командные титулы, и подчеркну, он в клетке будет, то есть Inside, Hail, InnoCell Match, они сами сказали New Day против Usos, значит, New Day уже 4-х кратный командный чемпионы, вы представляете, как бы WWE хотят сделать, чтобы они были самыми, так сказать, большими, ну, в общем, много раз, чтобы были командными чемпионами, многократные командными чемпионами, чтобы были они, вот, и здесь, как бы, может, New Day победит, хотя, если они, типа, напросились, что это будет ад в клетке, то, может, и Usos выиграют, и потом опять New Day выиграет, и будут 5-кратные командные чемпионы, как бы тут, тут как-то так вот, ну, вряд ли кто-то придет, помешает, поэтому 50 на 50, а то и 40 на 60, то есть как-то вот так. Четвертый матч у нас Шейн Макмен против Кевина Овенса, если Овенса переведут на Роу снова, то тогда Шейн должен победить, если не переведут, то тогда здесь выиграет Овенс, как бы, если Шейн проиграл Стайлзу на Расселмэне, если я не ошибаюсь, хотя был матч очень хороший, но выиграл Эйджей, и здесь, я думаю, Овенс тоже выиграет, и Шейн проиграет, поэтому здесь шанс, у него 45%, у Овенса 55%, тоже будет матч в клетке, то есть инсайд, хайл и на сейл, то есть вот здесь у нас такая, как бы, как серединка, это все будет в клетке, что там будет, кто придет, может, помешает, если вы скажете, что он детекер придет, он не придет, и, как бы, если он придет, то это только к концу этого года, либо в начале следующего года, чтобы выступить на Расселмэне и четвертую, наверное, уже на последнюю, так что, как-то здесь так. Следующий, пятый матч у нас Эйджей Стайлз против Бэрона Корбина за United States титул. Как бы, тут картина сложена, то есть, как бы, шанс 50 на 50 выиграть, или защитить, но, может быть, как-то что-то случится, и Корбин выиграет, потому что, вы помните, Perfect Ten, он, как бы, тоже здесь должен, как я думаю, участвовать, поэтому, я думаю, будет трехсторонний матч, но, пока вы видите, один на один, я думаю, будет трехсторонний матч, может, на следующем Смэкдаун объявят, но, если не объявлят, то тогда будет такой матч, и, я думаю, что, либо он защитит, либо он выиграет, то есть, 50 на 50, но, я думаю, Эйджей выиграет, как бы, ему титул, не знаю, ему, наверное, пока титул никакой не нужен. Дальше у нас вот такой матч, значит, Glorious у нас есть, значит, Барби Рут дебютировал на Смэкдаун недавно, будет против Долфа Зиглера, как вы помните, Зиглер творит не понять что, как я понимаю, он уже скоро покинет WWE, потому что раньше говорили, что Зиглер это будущее, теперь нет, он переодевается в разные костюмы, то он Детекера, то Бейли, то еще кого-то, и, как бы, тут, я думаю, выиграет Бобби Рут, потому что он недавно пришел на Смэкдаун, как бы, пуш ему давать такой, и, как бы, он как хилер, но пока мы это не замечаем, либо он как Фейс, либо он фиг знает как, ну, короче, он пока что, как я знаю, как хилер. Здесь, я думаю, выиграет Бобби Рут, вероятно, 70%, 30%, но если Зиглер выиграет, то это будет неправильно. И последний матч, который я знаю, это Рэнди Ортон против Руссова. Значит, картина здесь такая складывается, что Руссов тогда, после матча с Синой, когда проиграл, уехал в Болгарию, как бы, с позорным проигрышем уехал отдыхать, так сказать, потом он вернулся, насколько я помню, вроде бы, Кортону, так сказать, вышел, что-то сказал, и вот начался фьюд, помните, наверное, красивый РКО на Руссове, потом на Саймоне Гарр, нет, перепутал, Эйден Инглиш, тоже красивый РКО сделал Ортон, вот, просто из ниоткуда. И, как бы, кто здесь выиграет, я не знаю, 50 на 50, либо придет Эйден Инглиш и помешает Ортону выиграть, и выиграет Руссов, поэтому, я думаю, вероятность у Рэнди будет 45, у Руссова 55, то есть, как-то вот так. Так что, вот, мои прогнозы, не знаю, сбудутся они или нет, если сбудутся, то можете потом в комментариях написать, там ты отгадал, там нет, вот. Ну, и у меня самому будет интересно, кто же победит. Добавят ли еще матчи или нет, я, честно, не знаю, если добавят, то я, может, сюда, так вот, как добавлю в это видео как-нибудь, либо допишу где-нибудь, поэтому буду я заканчивать, надеюсь, вам все понравилось, вот, ждем Hell in a Cell, следующее воскресенье будет Hell in a Cell, так что все, я буду заканчивать, надеюсь, вам видео понравилось, и обязательно подписываться на канал InCorePlay, ставьте пальцы, комментируйтесь, подписывайтесь, рассказывайте своим друзьям, чем больше у нас, всем лучше, так что я пойду, всем пока.